Его история началась в 19 веке в Тибете. Эти таблицы срисовали с оригинального атласа тибетской медицины. Единственную подлинную копию привезли в Бурятию и хранили в Датсанах до 20 века, пока не начались гонения на лам. Атлас теряли, находили, прятали в тайнике. Так его сберегли до 1998 года. Тогда уникальный сборник хотели увезти на показ в Америку. Правительство разрешило, но буддисты выступили против. Почему это делается все тайно? Почему тайно? Вокруг атласа разразился настоящий скандал. Ламы и хувараки дежурили у хранилища музея. Двое суток держали оборону, пока не приехал ОМОН. Это тяжелая ошибка. Грубой силой взяли то, что мы хранили и берегли ради нашего народа. Достояние бурятского народа все же отправили в Америку. Одним из условий стала реставрация атласа. Спустя год он вернулся домой и с тех пор никуда не выезжал. По инструкции теперь его разрешено показывать только раз в 10 лет. Сотрудники отмечают, экспонат очень хрупкий. Ему надо отдыхать, поэтому отлеживается он в нежной тканевой японской бумаге. Каждый лист – настоящее произведение искусства о строении человеческого тела и методах его лечения. На одном листе может быть около сотни мелких рисунков со своей философией. Змея, свинья и птица-петух. Они символизируют три людских порога. Это свинья – это неведение, ленность. Змея – это злость. И петух – это похоть или сладострасть. Вот эти три порога, вот здесь они аллегорично изображены, дают начало нашим различным болезням. А вот этот лист всегда вызывает интерес у мужчин старше 60 лет. Дело в том, что на нем изображен ритуал набирания соков. Если его пройти, пожилой мужчина станет как юнец, быстрым как жеребец, красивым как павлин, сильным как слон и ловким как лев. Сегодня в атласе 76 листов. Один утерян. Пропал один из методов диагностики болезни. Описание остальных листов атласа можно узнать по специальному приложению. Один клик смартфона покажет все интересные детали объекта. Я вот нажимаю. Будда медицина, верховный целитель, владыка берилового сияния. Пока работает пробная версия, но в ближайшее время приложение будет доступно всем желающим. Опробовать его многие точно успеют, ведь в этот раз выставка уникального атласа в Национальном музее Бурятии продлится до конца года. Виктория Гарманова, Батархалматов, телекомпания Оригус.